всех приветствую с вами канал азбука радиосхем как понятно из названия у меня на канале очень много начинающих радиолюбителей и один из частых вопросов куда использовать старую электронику или где по дешевке можно наковырять различных деталей или практически бесплатно потому что все это как правило уже мусор куда его девать сегодня поговорим о старых материнских платах и как правило чем они старее тем более интересные для радиолюбителей особенно для начинающих маленькое отступление всех жду на своем телеграм-канале ссылку найдете ниже переходите посмотрите если понравится подписывайтесь а мы давайте продолжим потому что на современных материнских платах детали как правило очень мелкие и с ними чтобы работать нужно определенная практика а здесь детали покрупнее и их можно использовать для различных своих поделок я уже не раз затрагивал темы куда девать старые тюнера спутниковые т2 тюнера но в основном спутниковая также dvd-шки видики и другую радиоэлектронику телевизоры устаревшие также накапливается у каждого различные материнские платы сегодня я не буду касаться той темы что в каждой плате как правило есть различные драгметаллы они сейчас нас интересовать не будут хотя если у вас большое количество этих плат спокойно можете их продавать сдавать на приемках но нас интересует сейчас другое что можно почерпнуть с вот этих вот плат начнем с самых крупных деталей это разъемы разъемы тут конечно чаще всего не стандартные и не везде их можно применить но те же юсби вот здесь есть двойные юсби иногда встречаются одинарные различные комбы га порты также бывает здесь под джек 35 гнезда но гнезда это не самая популярная и так сказать интересная для нас ради любителей вещь я сейчас затрону более интересные вещи и начну по степени возрастания интереса конечно с моей точки зрения на каждой практически старой материнки есть такое вот гнездо под батарейку я тоже их иногда использую особенно для микроконтроллеров переходим к следующему это конденсаторы также здесь много на материнках конденсаторов но с ними нужно осторожно все их нужно тестировать если вот допустим как такой конденсатор сразу со вздутым верхом его однозначно можно выкидывать и даже не пытаться проверять а те конденсаторы которые имеют нормальный вид лучше конечно проверить ресурс конечно у них уже немножко под тасканый но все равно их можно еще куда-то использовать особенно если для начинающих следующая интересная вещь здесь много катушек на ферритовых кольцах на стержнях вот как здесь практически на каждой возле процессора есть эти ферритовые кольца они уже намотаны я иногда их использую прям не перематывая или частично доматывая допустим вторичную обмотку ну а бывает что нужно и перемотать также практически на каждой старой материнской плате присутствует вот такие вот пищалки вот вот на это я уже выпаял давайте я покажу поближе вот это пищалка и и также можно использовать для своих поделок и теперь вот подходим к самым интересным вещам которые я использую и рекомендую использовать вам это вот эти вот мощные транзисторы это мосфеты и ихнее преимущество то что они имеют довольно нормальные для наших поделок особенно если вы используете это все различных блоках питания импульсных преобразователях большие напряжения это как правило десятки вольт и очень большие токи так же само токи могут достигать в импульсном режиме десятки ампер но это еще не главное преимущество этих транзисторов давайте возьмем другую плату покажу они как правило также находятся вот возле процессора также бывает в других местах возле оперативной памяти возле питания северного и южного моста так теперь какой еще одно из главных преимуществ этих мосфетов так сказать этих транзисторов то что у них напряжение затвора довольно низкая они специально предназначены для работы с логикой для управления их затвором не нужны высокие напряжения это тоже довольно существенное преимущество но если присмотреться здесь еще много других мелких деталей которые можно использовать это кварцы иногда на материнках можно найти микросхемы типа операционных усилителей как правило не в smd корпусах те же lm 358 или другие 741 большинство конечно микросхем которые здесь расположены бы уже никогда никуда не применить они специализированы также на материнках присутствуют биполярные транзисторы их тут тоже бывает что есть какой-то ассортимент хочу услышать ваше мнение может быть также используете куда-то эти старые материнки не только сдавая их на лом пишите ниже под видео также заходите на мой телеграм-канал там вы найдете много чего интересного также предлагайте идеи по использованию какой-то другой устаревшей электроники я думаю что это многим будет интересно а на этом я буду заканчивать и до новых встреч